друзья здравствуйте с вами константин грабунов и сегодня 31 декабря 2019 года и в свою очередь я хочу подвести некоторые итоги можно сказать десятилетия да на самом деле у нас сервис существует 2014 года то есть пять пять с половиной лет до существования сервиса adpump хочу поговорить про обновления adpump которые были в 2019 году и какие предстоят 2020 году итак поехали сразу хочу поздравить вас с наступающим новым годом пусть сегодня 31 декабря скорее всего вы это видео посмотрите так как она для сервиса adpump посмотрите уже в 2020 году поэтому с наступившим вас желаю вам всего хорошего и самого наилучшего в наступившем году и так хочу поговорить про цифры которые мы смогли с вами достигнуть за это спасибо вам большое за 2019 год 1 и основной наверное цифры которые хочу похвастаться сервиса напомню нас полностью бесплатный но тем не менее он узкоспециализированный я считаю что это очень круто это количество регистрации их за девятнадцатый год актуальных и честных случилось аж 15 649 напомню что все люди у нас регистрируются через соцсеть то есть соответственно можно только через контакте и фейсбук зарегистрироваться большая часть если на регистрироваться через контакте за что спасибо вам большое то есть вы нам доверяете и нам очень приятно за 2019 год мы сделали около 20 обновлений таких полноценных серьезных сейчас поговорим про инструменты которые мы сделали новые принципе мы перерисовали достаточно много и очень много вкусного мы перевели на следующий год потом расскажу и покажу почему и от чего постараюсь максимально подробно объяснить обращение в техподдержку которую у нас с вами в принципе она существует еще с момента 2000 если не ошибаюсь 2016 года такая полноценная поддержка обращение именно за этот год 579 что я считаю относительно победы потому что уникальных пользователей в месяц у нас посчитано за 30 дней за ноябрь короче говоря в ноябре не совсем 30 дней но смысл в том что он уникальных пользователей получилось аж 10 тысяч это очень круто я считаю что это очень кругленькая сумма который мы очень долго шли с ребятами с командой моей командой монстр контекст с программистами которые делают сервис at pump и мы к ней пришли за за это очень большое спасибо тем ребятам которые доверяются я знаю что ребят очень часто возвращаются естественно самих итераций которые делаются ежемесячных гораздо больше их больше практически в десятки раз то есть вообще людей которые обратно возвращаются к нам на сервис в течение месяца ну и сколько раз до визитов так далее там переваливает за 30000 то есть соответственно каждый человек по три раза в среднем бывает на сервере на сервисе at pump каждый месяц что тоже очень большой плюс ну плюс для вас естественно для минус для нас потому что у нас очень нагружены стали сервера сервера серваки хотел сказать но тем не менее давайте поговорим про нововведения которые были 2019 году и так что мы сделали из основного прям таких новых инструментов это во первых новая техподдержка и обращение тикетами я считаю это очень большая очень большая работа была проделана это нам сначала мы наняли одного программиста дополнительного то есть у нас команда в этом году в принципе претерпела достаточно большие изменения то есть я нанял новых сотрудников ну и при приеме естественно и эту историю рассказывал много раз но обычно их рассказываю в кулуарах соответственно мы нанимаем сотрудников и конечно же часть сотрудников отваливаются потому что ну бывает не подходит либо сам человек либо мы не подходим человеку вообще просто каким-то образом не сходимся и система с тикетами и новая техподдержка в принципе должна была сделана быть еще летом но к сожалению в начале лета она начала в принципе закладываться в мае либо в июне я точно не могу вспомнить но тем не менее и к сожалению это все очень сильно растянулась и появилась техподдержка полноценная только в октябре этого года то есть соответственно на 4 на 5 месяцев это все растянулось потому что тот человек который у нас делал техподдержку поработал у нас ровно месяц и ушел вот и пришлось своими силами опять же программистами которые должны заниматься больше внутрянкой серверные так далее заниматься но я считаю это очень большой плюс потому что к нам пришел другой человек который у нас работает фронт-эндом и фронт-энд был полностью переписан то есть внешка которая есть у нас в пампе а сейчас во первых переписывается ну вот на момент именно сейчас 31 декабря 12 года то что я буду показывать вам в новой версии которая выйдет уже в двадцатом году там переписан принципе ну вся внешка переписана и так второе это естественно мы сделали генератор групп ключей многие ребята в принципе это все потыкали и все это знают и в принципе знают зачем эти инструменты здесь есть у нас демка которую вы можете потыкать и в принципе думаю вы уже и тыкали и использовали ее а тут есть инструкция поэтому не буду сильно останавливаться до на аспектах давайте просто дальше продолжим далее у нас появился новый генератор ключей ну по сути это больше косметика но косметика косметикой а тем не менее у нас появилась возможность наконец-то работы с большим количеством массивов данных которые обычно мы раньше делали либо руками либо что-то еще как-то люди придумали там в excel и прочее что я посчитал очень большим плюсом при этом ну это довольно простой инструмент в изготовлении оказался но и люди я вижу что они прям активно стали этим пользуются и пишут слова благодарности спасибо что вы пользуетесь ну естественно разделитель ключей в группах из основного прям уж то что у нас появилось то что люди именно пользуются прям в открытом доступе без подключения опишек и так далее так далее так далее это как раз у нас идет вот такая вот инструмент который позволяет нам разделить ключи если у нас уже есть какие-то группы и нам надо разделить это более детально досконально ну опять же есть у нас а у нас эти здесь до сих пор не написана инструкция погорячился хотел сказать что она у нас есть она написана на самом деле просто нужно опубликовать каюсь обязательно сделаю следующем году инструмент нужный важный и в принципе люди им тоже пользуются и даже отписывать их поддержку поэтому буду считать что инструмент удался теперь по поводу инструментов которые у нас с вами основными которые вы пользуетесь и прочее ну во первых сразу скажу что всякие массовые изготовления тем меток да это вот два первых инструмента не самые популярные тут логично поэтому они первые стоят отчасти уже сейчас полностью переписаны то есть у них очень много инфы добавлено добавлены быстрые ссылки как раз 5 8 да и прочие инструменты которые вам необходимы на 2019 год исправленные доработаны фильтры если вам нужно если у вас интернет магазин сайты и так далее всякие вот эти вещи в принципе максимально подробно тоже сделаны для вас в принципе некоторые моменты вы писали и мы учитывали их естественно все маленькие баги и косяки и прочим и тоже ну своевременно исправлять вот по отдельным и тем меткам соответственно но осталось все то же самое просто переписан интерфейс будем надеяться что он больше понравилось понравится все косяки постарались тоже исправить которые появились друг как всегда а дальше у нас идут естественно мультитул инструмент как я понимаю люди в принципе пользуют но не совсем люди наверное понимают зачем это нужна вещь но тем не менее это инструмент просто который имеет все сразу кнопки что можно сделать со списком ключей то есть удалить там ключи кавычки и так далее так далее так далее инструмент тоже в принципе прижился он вполне себе активно используют с людьми я знаю что люди пишут принципе тоже техподдержку что нужно было добавить мы постарались тоже все добавить исправить и так далее дальше у нас вы наверняка видите здесь большое количество кнопок которые не видите у себя и конечно же станет сейчас вопросы кость а когда эти кнопки появятся и сейчас я почему сразу принципе перелесну всю историю дальше то есть соответственно у нас давайте просто про быстро мы пройдемся генератор объявлений директ новый относительно то есть интерфейс переписался довольно серьезно и он будет дальше переписываться пока просто честно говоря времени не хватило у нас лежит полная тезе то есть там достаточно много вещей которые вам действительно понадобятся доработанной версии будет очень удобно но скорее всего мы оставим и старую и новую чтобы людям было удобно но переходя скажем так потому что мы знаем что новый интерфейс для многих иногда очень тяжел соответственно переминусовку слов мы не трогали и не трогаем до сих пор в принципе повторюсь миллион раз что это инструмент скорее нужен в очень редких сейчас исключительных случаях потому что в принципе есть тот же самый директ командор который минусует принципе не так плохо в гугле этим заниматься не надо то есть соответственно инструмент как таковой особо не нужен минусовка из директов дворц это работа с ключами да если вам необходимы минус слова например каким-то образом подготовить из яндекса в google перегрузить или или в обратную сторону он тоже умеет работать в принципе он тоже был доработан ребята просили некоторые моменты добавить еще множество моих сверху на выведение тоже введено во все эти инструменты надеюсь вам тоже нравится склонятор не трогали сразу тоже отвечу есть люди которые спрашивают постоянно по склонятору что можно сделать по поводу обновления слова форм в словаре склонятор к сожалению сделать ничего нельзя потому что яндексовский словарь который на который обычно ребята все ссылаются он давным-давно уже закрыт то есть он с 2014 года закрыт для общего потребления до базы оттуда нельзя никаким образом достать и поэтому к сожалению приходится пользоваться старыми базами которые есть в открытом доступе новых просто тупо нет ну естественно из нового тоже новый инструмент сортировка масса ключей мы его доработали во первых он его вообще не было в 2018 году он появился если я правильно помню в апреле 19 то есть кнопок как вы видите прибавилось очень много и достаточно и этот инструмент позволяет вам принципе максимально просто подготовить ваши маски для загрузки кей коллектор чтобы сначала парсились ваши узкие ключи маски а потом уже более широкие ну и соответственно здесь есть все настройки для этого мы переписали экспорт из директа в дворц но как минимум причине того что поменялись некоторые моменты в директе некоторые моменты в дворце и в новом году если мы еще не обновили по моему еще не добавили по моему не добавили нет не добавили мы добавим адаптивное объявление то есть можно будет загружать адаптивное объявление с помощью экспорта из директа в дворц что я считаю тоже очень большой плюс но остальное поиск списка в списке уже был в восемнадцатом году мы его особо не зарабатывали остальные инструменты у нас больше по большей части работают с api поэтому сейчас давайте поговорим про api и про базы и так новые инструменты двадцатом году которые вы увидите я очень сильно затянул сразу говорю это калькулятор контекста в нишах который вы уже видели вот она кнопка есть на самом деле проблема очень большая заключалась в том что оказалось количество ниш количество тематик точнее ну уникальных тематик да например там только пластиковые окна да или там шкафы купе на заказ или что-то такое их достаточно множество то есть даже при возможности загрузки такой базы ну я могу сейчас даже предо приоткрыть секрет сейчас на данный момент в уникальных именно тематик в базе около ну больше полутора тысяч точное число не могу сказать может быть там уже 1700 или что-то такое и это данные которые в принципе мы взяли из своих источников то есть это соответственно стоимость заявки и так далее так далее так далее и часть данных которые мы подтянем естественно из статистики директа статистики директа wordstat и прочее прочее что будет максимально хорошо отражаться на ваших опять же там не обязательно московской области до ваших регионах или ваших тематических ниш которых там кой-то в кое-то веке очень большое количество оказалось проблема главное заключалась именно в заполнении базы и к сожалению база заполнялась крайне крайне медленно до недавнего времени до октября в октябре мы взялись за это очень хорошо плотно и посадил отдельного человека даже двух можно сказать в итоге сейчас трое человек доделывают базу база в принципе закончена и нам осталось только внешку доделать и в принципе калькулятор контекста в нишах закончим мы где-то его наверное в конце января и выкатим как новый инструмент для это пампа который я в принципе обещал в девятнадцатом году я каюсь признаюсь не получилось именно из-за проблем с базой если честно какой-то момент я уже хотел плюнуть и бросить это дело но решил что нужно довести до конца потому что инструмент действительно достойный и люди его ждут люди каждый раз меня спрашивают когда когда отвечаю в конце января мы в принципе постараемся его база так как база закончена осталось навести марафет я думаю что мы в конце января если не будет никаких проблем мы его выкатим второе это инструмент площадки россия ну или чистка площадок в россия инструмент принципе сейчас уже работающий его можно ноту я могу его потыкать прямо сейчас как говорится при вас даже да там любую какую-нибудь открыть какую-нибудь открыть на этом аккаунте ничего нет давайте вот на этом где нибудь этом браузере точнее ничего нет интересно давайте сейчас зайдем и я даже сейчас его покажу этот инструмент здесь как вы видите инструмент по когда вы логинитесь вы видите намного больше да да все что же самое господи совсем плохое тот же самый просто аккаунт оказался итак чистка площадок в россия инструмент максимально простой который позволяет просто работать с россия компаниями и в первую очередь смотреть ее а статистику одну компании одной компании двух компаний и так далее и соответственно надо было только период статистики поменьше сделать чтобы загрузилась быстрее соответственно выдавать отчеты по тем площадкам которые скорее всего вам не подходят ну вот кстати пожалуйста пример там ваш им да какие-то вот площадки с показами больше двухсот кликаем меньше единицы и так далее вот то есть есть уже данные какие-то площадки с началом ком гейма и и оу это пасад соответственно площадки которые у нас в основном идут с мобильных как мы все знаем с вами вот их достаточно много и нужно с ними что-то делать например вот тут 041 даже есть сетя ардау 28000 показов 143 это клик и да наверное одна конверсия была ну и соответственно так далее тут и расходы в принципе есть на это все и прочее то есть принципе данные какие-то отдаются и прочее площадки кейзи by news юэй и так далее для российских пользователей кому нужно отказаться каких-то площадок пожалуйста тоже все есть и соответственно поле вот с такими вот данными соответственно площадка и компания инструмент в принципе работы работающие но к сожалению я еще не успел до конца доделать интерфейс в плане дописать полное тезе где я хотел бы отразить все возможные настройки то есть есть ребята которые спрашивали а вот я белорусы хочу наоборот русские все площадки убрать а вот я хочу не 200 и 1 и так далее и вопросов возникает достаточно много плюсом к площадкам еще у нас есть временной время на сайте то далее то есть нужно подключать метрику и скорее всего где-то ну инструмент как видите он есть уже сейчас он существует он работает тут никаких проблем не существует чтобы прямо сейчас вам показать но хотелось бы чтобы мы сделали несколько вещей это первые настройки как раз про некоторые из них я сказал второе это экспорт в excel специфичных отчетов у таких вот как на сейчас вы увидите на экран потому что работа здесь с площадками я думаю не самое удобное вот в excel и что-то фильтрануть и так далее думаю намного приятнее для многих нежели чем и третье это возможность естественно загрузки данных с метрики которые пока здесь нет здесь отчеты только через директ идут а надо еще метрику подсосать и скорее всего мы будем переписывать интерфейс работы с площадками как раз которые есть вот на данный момент вот вот это то что касается почистки площадок россия и теперь поговорим про давайте обратно я к своей презентации соответственно у нас новые инструменты которые будут также в новом году это поисковые запросы кто-то скажет да они же и сейчас есть ну во первых я хочу сразу сказать тоже пока и показать вот у меня есть уже новый такой исправленный вариант так сказать поисковых тех же запросов и если зайти поисковые запросы они будут достаточно сильно также переработаны как и будут переработанные редакторы минус фраз ну тут даже можете еще не смотреть но они достаточно будут хорошо переработаны в формате более удобных ах это наверное не здесь к сожалению да это не здесь происходит это где-нибудь здесь сейчас секундочку у нас очень много рабочих рабочих тестовых серверов правильно так сказать рабочий-то один он у вас лежит ну во первых будет переписаны всякие списки компаний будет переписан интерфейс к поисковым запросам также у нас появится возможность загрузки данные из метрик потому что метрику тоже хотелось бы это время на сайте и так далее все-таки хотелось бы все вместе сюда собрать и и будет такая возможность и этого будет даже вот надо где-то показать надо показать если ее не спрятали а ее спрятали скорее всего эту возможность ребят я вам не покажу смысл какой в том что у многие ребята жаловались на поисковые запросы в первую очередь на тем что он не может выдать большой объем данных то есть ну соответственно в ваш браузер не успевает так долго тайм-аут держать и данные естественно вам не приходит поэтому для новых инструментов мы переделали полностью серверную составляющую полностью переписали и внешку разумеется поэтому я и говорю что мы проработали достаточно много просто вы это увидите чуть позже но все было заложено в этом году мы сделали следующее мы сделали полностью возможность получение отчетов в виде серверных то есть соответственно они приходят к нам на сервер ну вы какой-то собираете отчет до например поисковые запросы он сложный он большой и выдать просто его катастрофически сложно как в метрике где вы получаете отчет например на почту можете его получить после того как он сделается здесь будет такая же ситуация эта система работает сейчас пардон ребят сейчас мы ее видим и по моему и мы ее убрали просто и надо видимо искать чем главный главное преимущество то что у вас появляется возможность сделать таких вот много отчетов они хранятся у нас на сервере и вы можете с ними поработать каким-то образом то есть вам не ну а короче во первых они просто будут работать это раз то есть большими массивами данных во вторых данные могут быть сложные и так далее и мы дадим возможность естественно это выгружать все в excel то есть соответственно у вас все данные будет в базе она будет храниться все замечательно но вы сможете это все выгружать это очень большое преимущество когда я это все получил я просто получил какое-то статистическое огромное удовольствие это вы тоже скоро увидите это готово осталось сделать самые несколько таких важных моментов это прирук прикрутить сюда тоже метрику мы этим занимаемся уже в принципе в процессе и второе это как раз вот в пункте номер три где написано поисковые запросы у нас яндекс плюс google на который вы у нас на сервере на сервисе ни разу не видели то есть мы очень долго к сожалению подключаемся к api гугла извиняюсь сорян ребят но это больше зависит не от нас от самого гугла нам очень долго отвечали по поводу api подключения крайне сложно было объяснить что у нас за сервер сервис такой чем мы собираемся делать но благо все это сейчас уже в процессе работы и api у нас должно появиться начале января и соответственно мы приступим полностью к разработке и поисковые запросы из ваших компаний поисковых гугла и яндекса будут отображаться в одном месте и это место будет как раз наша настройка вот на надо стройка это будет наш инструмент поисковые запросы где будет и яндекс и google где вы сможете все вместе выбрать все по своей компании поисковые и по ним получить поисковые запросы что я считаю очень большой плюс особенно для тех у кого и там и там компании и кто знает насколько геморройные там и там сидеть собирается стоп слова далее то же самое у нас будет с минус фразами минус фразы сам по себе инструмент тоже уже сейчас переписан достаточно хорошо если у нас его сейчас открыть какой-нибудь помнится в этом у нас до в этом правильно ведь надо посмотреть здесь или или здесь мы сделали смысл чем в том что и редактор минус фраз и поиск минус фраз у нас полностью переработаны то есть новый интерфейс до новый интерфейс у нас и тут и там это называется до смысл чем в том что благодаря новому человеку который занимается у нас внешкой то есть получается фронт-эндом все это будет работать максимально быстро даже на калькуляторах это очень большой плюс потому что бывает вы данные вываливаете огромные и они сейчас даже уже работают достаточно быстро надо просто посмотреть но в принципе да нормально максимальное количество компаний которые я выгружал и пробовал 15 штук и все не разваливается все показывается и прочее что является очень большим преимуществом то же самое принципе относится к поиску минус фраз в поиске минус фраз мы тоже надо посмотреть в каком из в поиске минус фраз у нас ну да правильно список компаний у нас немножечко будет сейчас тоже отличаться в выдаче я потом панель яндекс директ покажу и к сожалению на сейчас не покажу но список компаний у нас теперь будет возможность там очень хорошо удобно тоже с ними работать там их перекидывать раскидывать драгон дроп мы сделали очень хорошей красивой вот поиск минус фразах тоже будет возможность соответственно работать с гуглом и максимально данные как со списками минус фраз в адвордс до которые у нас сейчас есть ну или для для компаний соответственно с ними можно будет работать их обобщать и вместе с ними работать как и в яндексе то есть что будет тоже в едином инструменте это огромный большой плюс тоже для тех людей которые любят списки минус фраз из яндекса в google кидать это все будет вместе в одном интерфейсе соответственно мы постараемся еще доработать доделать чтобы это все работало максимально быстро и постараемся чтобы это было сделано тоже в кратчайшие сроки то есть это у нас уже сейчас все описано это все сделано у нас проблем только вот цепи гугла и в принципе более ничего остальное мы закончили то есть серверную составляющим и переписали внешку мы переписали достаточно серьезно теперь все готово для того чтобы все это можно было сделать по поводу панели компании а вот где интересно здесь или да вот здесь да и везде она в принципе она будет по-другому выглядеть компании естественно и в гугле тоже будет похожа панель компаний где у нас будет возможность фильтрации возможность фильтрации по статусам компании до компания перенесена в архив активный и так далее то есть вы в принципе сможете что-то оставить что-то включить и так далее и соответственно с ними полностью поработать и так далее что я считаю тоже максимально удобно я лично получал просто эстетическое удовольствие когда мы это делали надеюсь вам тоже это все понравится в следующем году то есть я вам показываю реально что уже сделано специально не просто так ну а теперь к небольшим мы грустным наверное моментом которые я хотел бы озвучить соответственно мы добавили вот эту очередной задачи и хранение отчетов но это сильно загрузит сервак как вы наверняка это понимаете и сейчас даже сервак уже прям на ладом дышит и мы и так очень большой сложный сервак содержим надо это все ну как бы увеличивать еще в размерах потому что будут приходить новые люди у нас еще что из нового появится что к сожалению мы не могли сделать до сего момента вообще никак у нас появится автоматический аудит еще дополнительно это у нас тоже есть система она полностью работающая вот она даже есть сейчас видите на главном на главный адпамп то есть можно и воспользоваться эта система возможно возможность проанализировать ваша рекламной кампании поисковую или россия и посмотреть насколько вы ее правильно или грамотно собрали в бальной системе не как в яндексе с рекомендациями да каким-то там дурацкими а именно по бальной системе сразу понять что нужно сделать что не не добавляйте прочее это тоже я обязательно анонсирую этот инструмент тоже есть но чтобы он работал быстро и не умирал от маленького сервиса сервера нужно было сделать очередную задачу мы это сделали второе это новые экспорты из директа группировщики и генераторы как вы все знаете это и к третьему пункту относятся другие инструменты с обработкой более чем четырех тысяч ключей ну например многие ребята жалуются что у них там висит как они 500 четвертая ошибка тайм-аунт соединений и так далее так далее так далее по причине того что просто ну либо их компьютер не может бывает просто вешается браузер на калькуляторе на котором они работают либо просто сервак очень долго обрабатывает какой-то запрос и естественно есть определенный лимит по времени отдачи информации по сути все вешается и мы постарались этот вопрос как раз решить с помощью чередности задач и хранение этих данных просто у нас на серваке то есть вы ушли задали отчет какой-то вы дали команду серва серверу собрать этот отчет вы ушли отдыхаете приходите у вас есть отчет вы его просто забираете себе и с ним работаете как захотите это все у нас сейчас уже есть и это все будет как раз в 2020 году переписано то есть если у вас будут большие какие-то массивы например для экспорта из директа в дворц где вам надо уже не три тысячи ключей до закинуть туда закинуть у меня три с половиной тысячи а максимум закидывал принципе все работает но выше кто там закидывает пять шесть тысяч и так далее им приходится уже очень сложно и геморройно потому что данные очень часто не отдаются ну либо просто не отдаются по причине опять же слабого компьютер железа не нашего а вашего тут такое к сожалению тоже есть и мы решили сделать следующие моменты чтобы все это переписать чтобы это все работало эту вы ях это в принципе уже давным давно назревало и люди многие говорили спрашивали когда это случится она случится в следующий момент это март-апрель двадцатого года вам будет иметь платный тариф в чем заключаться он будет и я сразу цены озвучу чтобы у людей не бомбила не горело потому что многие люди и так в принципе платят деньги другие серверы сервисы и принципе им приходится платить потому что они просто платные во первых сервисы и инструменты которые есть сейчас они будут бесплатно и далее то есть условно метки там генерация всяких разных объявлений прочим все оставим бесплатным просто это будет лимитировано каким образом если вот это как раз попадает ошибка 504 то вам принципе просто будет предлагаться перейти на платный тариф где будет инструмент уже другой инструмент который будет по сути платным он именно будет другим и он будет уже с учетом того что он будет полностью все держать на сервак на серваке он будет работать несколько раз быстрее и во вторых он вам будет просто информацию отдавать и хранить то есть соответственно вы сможете эти данные там спустя там два дня три дня забрать себе с ними потом поработать они будут оставаться на серваке ну соответственно все инструменты которые у нас существуют вот как раз с четырьмя и плюс ключей и высокой нагрузкой они будут просто какую-то вилку цены иметь то есть 150 300 рублей месяц вы просто будете заплате вы платите ежемесячно либо ну там сделки тарифы со скидками и прочее с большим количеством месяцев 3 6 там 12 и прочее где вы сможете просто воспользоваться максимально это пампом со всеми плюшками и так далее и сможете загружать безлимитно чего угодно абсолютно при этом там будут повторюсь другие инструменты формате выглядеть они будут так же но они уже будут использовать мощности не вашего компьютера будут использовать мощности нашего сервера как раз эти деньги пойдут принципе на покупку мощных плюс-минус серверов которые будут нормально держать что-либо и третье это новые инструменты которые у нас приходят с высокой нагрузкой и достаточно много например какое-то время нам пришлось отказаться от бидеров нам пришлось отказаться которые кстати тоже есть даже если в принципе открыть сейчас убрали мы что ли кнопку бидера до убрали сейчас кнопку бидера но у нас и в принципе отсюда ну и о из общего доступа пропал бидер и так далее так далее именно по причине да здесь тоже по-моему бидера нет ошибаться на по простой причине потому что нужно постоянно обращаться серверу к яндекс ну короче общаться и это крайне сложно было и невозможно формате именно бесплатного инструмента и все люди спрашивали когда это мы сделаем платным и мы в принципе пошли на встречу опять же автоматические аудиты чистки площадок вот все возможности работы с сложными как раз вычислениями в том числе и с гуглом у нас будет возможно будет возможность хотя бы сделать какие-то телодвижения направо налево и так далее то есть мы сможем хотя бы действительно вздохнуть и сделать нормальный сервис не урезая никаких инструментариев из-за того что у нас может умереть сервер не хост а именно выделенный сервер наш вот и надеюсь вы это в принципе поймете и не будете на эту тему бомбить я думаю те цены которые я буду выставлять они принципе у вас на экране они не будут кусачами я считаю что те люди которые платят за рекламу 30-40-50 тысяч рублей в месяц даже 10 тысяч рублей в принципе могут себе позволить в месяц те же самые 150 300 рублей закинуть на этпамп вот такие дела да не помню сказал я или нет начале видео но повторюсь скорее всего не сказал у нас люди некоторые спрашивали у нас есть такая кнопочка краудфандинг в помочь проекту это пампу и часто люди спрашивают а сколько ну таки в колуарах закрытых обычно либо группах либо просто на встречах а сколько денег приходит с краудфандинга и от памп и в принципе это не секрет я вам и так могу озвучить с момента когда он появился по моему шестнадцатом году еще до появления нового интерфейса от пампа по-моему в пятнадцатом или шестнадцатом году надо посмотреть какое какого года видео на самом деле и я вам сейчас скажу вот тогда и появилась краудфандинг восемнадцатого апреля 2016 года за это время было переведено от 18 до 25 тысяч рублей на вот этот яндекс кошелек который в принципе не менялся я посчитал что ну как бы за все время повторюсь то есть это не за месяц не за год а за все время то есть это с момента ну три года я посчитал что это конечно достаточно мало при условии того что у нас зарплатный фонд ну самого это пампа в среднем скочит от давайте так в среднем все равно 150 180 до 200 тысяч рублей доходит ежемесячно расходы именно на этот памп и в принципе я их выкладываю с полностью из своего кармана то есть у меня нет не спонсоров как вы знаете так далее поэтому ну можете рассчитать сколько там 25 даже тысяч можете разделить на все эти три года и посчитать сколько в среднем вы мне присылаете денег и естественно мне хотелось бы сделать более серьезный сервис с новыми плюшками с новыми инструментами и без обрезания большинства функционала который у нас но повторюсь уже он есть его просто нужно применить для этого нужно будет сделать сервис плата но к сожалению или к счастью вот такие вот у меня новости уж извините что видео такое длинное получилось но я должен был обосновать рассказать объяснить что у нас происходило что мы делали с сервисом и я стараюсь максимально тоже принимать участие этому моменту именно до разработки этого сервиса мне это максимально интересные и актуальны я не собираюсь это приколар прекращать ни при каких обстоятельствах естественно у нас достаточно много планов впереди на 2020 год я вам озвучил небольшую часть в принципе на первые два максимум там три месяца надеюсь вам будет максимально актуальна и интересно и вы дальше будете пользоваться сервисом это вам спасибо вам большое что пользовались на протяжении предыдущих годов с наступающим еще раз вас с новым годом желаю вам всего хорошего и до скорых встреч друзья спасибо что смотрите мои видео если вам понравилось видео обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик чтобы не пропустить новые видео на канале спасибо вам огромное